Одной из наиболее распространенных задач межривейного выбора является задача оптимального перераспределения средств между потреблением и сбережением. Классический подход к этому вопросу заключается в том, что человеку выгоднее всего выровнять объем потребления в течение своей жизни. Поэтому в молодости, в первые самостоятельные годы при относительно скромных доходах допустимо брать кредиты на крупные покупки, вкладываться в ипотеку для приобретения жилья, ну и в целом жить в долг, естественно адекватно оценивая собственные возможности. Затем, по мере продвижения по службе, нужно расплатиться с долгами и начать накапливать на безбедную старость, которую вряд ли в состоянии обеспечить государство. Ну и наконец, в последние годы жизни можно тратить накопление. Вопрос в том, что как мы выяснили из предыдущих сюжетов, человеку не так просто ограничить себя в текущем потреблении ради какого-то достаточно абстрактного будущего. Поэтому даже в развитых экономиках с небольшим уровнем инфляции и широким спектром финансовых инструментов с низким уровнем риска, объем сбережений домохозяйств оказывается меньше оптимального с точки зрения только что описанной теории жизненного цикла. Рассмотрим данную проблему на численном примере. Пусть некоторый человек получил за выполненную работу, например, написанный роман, гонорар в размере 2 миллионов рублей, на который им потребуется жить в течение двух лет до предполагаемого получения следующего гонорара. Предположим, отсутствие инфляции и прочих вносящих избыточный шум факторов, а также то, что объективная функция полезности имеет следующий вид. u равняется логарифм x1 плюс логарифм x2, то есть логарифм x1 умножить на x2. Здесь x1 и x2 объемом потребления в первый и второй год. Заметим, кстати, что поскольку с функциями полезности можно проводить любые монотонные преобразования, включая взятие экспоненты, то логарифмическая функция полезности u эквивалентна функции полезности Коба Дугласа u с волной, для которой расходы в каждый из периодов пропорциональны степеням при переменных. Например, в данном случае при u с волной равняется x1 умножить на x2, оптимально будет равномерное распределение трат. Таким образом, рациональный агент, решающий задачу x1 на x2 к максимуму при ограничении x1 плюс x2 равняется 2 миллионам, в оптимуме будет иметь потребление x1 и x2 равняется 1 миллиону и полезность u с волной равняется единице. Что будет делать человек, если у него имеется существенное смещение к настоящему? β равняется 0,5. То есть он ошибочно воспринимает будущее потребление вдвое менее важным, чем сегодняшнее. Его задача максимизации полезности при бюджетном ограничении примет вид x1 умножить на x2 в степени 0,5 к максимуму. При ограничении x1 плюс x2 равняется 2 миллиона. Из свойств функции Коба Дугласа следует, что оптимальное потребление в первый год станет вдвое выше, чем у второй. То есть окажется, что x1 это 4,3 миллиона, а x2 это 2,3. Объективная полезность при этом снизится до уровня u с волной равняется 8,9 меньше единицы. Таковы и сдержки нерациональности. Теперь представим, что в данной стране имеется банковская система, позволяющая класть деньги на срочный вклад, по которому установлена ставка R. Конечно, в стандартной ситуации люди вкладывают деньги в банки, чтобы приумножить средства или хотя бы сберечь их от обесценивания. Однако, по нашим предположениям, инфляции в стране нет, а банки редко устанавливают процентную ставку, значимо ее превосходящую. Стало быть, R равняется нулю. Есть ли тогда вообще смысл в банковских вкладах? Оказывается, что есть. Если мы положим на срочный вклад сумму S, она становится недоступной для трат в первый год, а значит банковский вклад можно использовать еще и в роли коммитмента. Подобным образом, кстати, поступают некоторые заядлые игроки, переводящие перед посещением казино свои основные активы доверенному лицу, чтобы не было соблазна начать отыгрываться. Ну или путешественники в целом, боящиеся серьезных трат в первой половине поездки. Но вернемся к нашей постановке. Человек понимает, что с точки зрения рационального поведения ему нужно разделить деньги пополам и тратить по 1 миллиону в год. Поэтому, чтобы не возникало потребительских соблазнов, он кладет половину гонорара на срочный вклад, который недоступен без серьезных потерь до начала второго года. Удивительно, но человеку будет выгодно так поступать даже при небольших отрицательных процентных ставках. Конечно, он потеряет часть суммы, но будет отсутствовать уменьшающий полезность перекос в потреблении. Таким образом, ограничения позволяют увеличить благосостояние. Ну а последний пример в этой теме, напротив, связан с дополнительными возможностями. Пусть теперь человеку доступен как вклад S по ставке 50% годовых, так и заем B по ставке R 100% годовых. Увеличит ли такая новая опция полезность или оставит ее на прежнем уровне? Как ни странно, ни то ни другое. Займы под высокие проценты могут сделать человеку только хуже. Но обо всем порядку. Для начала заметим, что при наличии первоначальной суммы в 2 миллиона никакого смысла в дополнительных займах у рационального человека нет. При этом всю сумму, незадействованную в потреблении, нужно положить на вклад ради получения процентов. При отсутствии займов потребление в первый и второй год составляет x1 равняется 2 минус S, x2 равняется полтора S. Рациональный агент решает задачу, у с волной равняется x1 умножить на x2, то есть 2 минус S умножить на полтора S к максимуму. Его решением будет точка S равняется 1, x1 равняется 1 и x2 равняется полутора. Полезность при этом составит полтора. То есть человек рассчитывает потратить в первый год миллион, оставшийся миллион он кладет на депозит, превращает его в полтора и эту сумму тратит во второй год, получая совокупную полезность полтора. Человек, ценящий сегодняшнее потребление вдвое больше, но верящий, что сможет противостоять соблазнам, так же как и рационал кладет на депозит миллион, оставляя столько же на потребление. Раньше такое поведение его спасало. Но теперь при желании повысить потребление имеется возможность займов. Ну правда, если займешь сумму B, то отдавать придется 2B, но желание потреблять выше издержек. Решением задачи x1 в квадрате умножить на x2, то есть 1 плюс B в квадрате умножить на полтора минус 2B к максимуму, будет заем в размере 1 шестая миллиона. То есть, несмотря на то, что ставка по кредиту существенно выше ставки по депозиту, у человека будет одновременно и кредит, и депозит. Потребление за каждый год составит x1 равняется x2 7 шестых миллиона, а полезность у с волной равняется 49 тридцать шестых 1,36, что меньше полутора. Субтитры создавал DimaTorzok